Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Цапля и черепаха». Как-то раз во время отлива отправилась цапля на коралловый риф. Да оступилась, нога и застряла в трещине, а тут прилив. Стала вода подниматься и скоро поднялась по самую цаплену шею. Видит цапля, плывет мимо акула. Она и просит «Спаси меня!» «Погоди немного», — ответила акула и уплыла прочь. Видит цапля, плывет мимо тунец. Снова просит «Спаси меня!» «Погоди немного», — ответил тунец и тоже уплыл прочь. Затем неподалеку от цапли показалась треска, но и она не захотела выручить птицу из беды. Тут плывет мимо черепаха. Сестрица позвала ее цапля. «Помоги мне! Боюсь, вода скоро еще выше поднимется». Расколола черепаха коралл, в котором застряла нога цапли, и птица легко взлетела в воздух. «Ты спасла мне жизнь!» — крикнула она черепахе. «Глядишь, и я тебе когда-нибудь пригожусь». Вскоре жители селения Хагелонга пошли ловить рыбу. Они спустили в воду сеть, закрепили ее углы на подпорках и стали ждать. Сначала в сеть заплыла акула. «Попалась? Тащи сеть!» — закричали одни, а другие им возразили. «Нет, не этот улов нам нужен!» Потом в сеть заплыла треска. «Попалась? Тащи сеть!» — опять закричали некоторые, но другие сказали «Нет, не этот улов нам нужен!» Много рыб перебывало в сетях, но рыбаки опять и опять выпускали их в море. Наконец в сеть заплыла черепаха. «Вот кто нам нужен!» — обрадовались рыбаки, и счастливые принялись вытаскивать ее на берег. Рыбаки связали черепаху и, положив ее на песок, соорудили вокруг ограду. Вождь селения сказал «Завтра приготовим дров, наберем листьев, накопаем емса и изжарим черепаху». Утром одни люди отправились за дровами, другие — за листьями, третьи пошли выкапывать ямс, а двух мальчиков оставили сторожить черепаху. Вдруг прилетает цапля и говорит мальчикам «Хотите, я станцую для вас?» «Конечно, — обрадовались дети, — нам очень хочется посмотреть, как ты танцуешь». Они принесли цапле всякие украшения из собачьих и дельфиньих зубов. Цапля надела их на шею и начала танцевать. Пританцовывая, она потихоньку приближалась все ближе и ближе к ограде, за которой лежала связанная черепаха. Увидела черепаха цаплю и говорит «Сестрица, меня хотят убить!» «Я помогу тебе», — ответила цапля. «Ведь и ты меня спасла когда-то». Повернулась цапля к мальчикам, принялась танцевать еще веселее и вдруг запела «Керембай-байе, керембай-байе, развяжи-ка ноги!» А черепаха в это время развязывала ноги. «Керембаи-байе, керембаи-байе, развяжи-ка ноги!» А черепаха в это время развязывала ноги. «Керембаи-байе, керембаи-байе, просунь голову через ограду!» А черепаха в это время просовывала голову через ограду. «Керембаи-байе, керембаи-байе, вылезай, вылезай!» Теперь вся вылезай, а черепаха в это время уже вылезла на волю. Керембаи-баи, ползи к берегу. Керембаи-баи, ныряй в воду. Керембаи-баи, уплывай в глубину. Так черепаха была спасена. Вернулись люди на берег, подошли к ограде, а черепахи-то и нет. Кто же мог ее утащить, удивились они. И спрашивают мальчиков, здесь кто-нибудь был? Никого, кроме цапли, ответили мальчики. Она танцевала для нас. А как исчезла черепаха, мы и не заметили. Огорчились люди. А когда внимательно осмотрели песок и увидели следы черепахи, Тянувшись к берегу, поняли. Никто ее не крал. Черепахе удалось спастись. Она в море ушла. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, Ставь лайк, пиши комментарии, Жми на колокольчик. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok